короче смотри я буду так видео записывать опять у меня спрашивают за что ты лёха живешь сложно объяснить я постараюсь объяснить я в принципе я уже объяснял когда-то у меня есть видеоролик на канале по моему под номером 800 где ты деньги берешь в целом вот как бы но если говорить глобально ничего не изменилось потом у меня есть еще видеоролик я записывал как еще называется отрывок из книги карта то ли в общем про благодарность нужно быть каждому моменту своей жизни благодарна ты кушаешь все есть возможность просто берешь кушаешь может быть я даже не нравится то что ты кушаешь может быть всем хотелось красной икры а ты ешь картошку с сливочным маслом у тебя есть возможность ее есть ты не испытываешь голода и это уже много за это уже можно быть благодарным миру жизни я бы да вылетел из головы как глава называется там неблагодарность там какое-то другое слово это на самом деле очень важно что особенно знаешь в текущий момент когда реально понимаешь что есть люди которые сидят в подвалах который там по 20 по 30 там никакой не еды не едят им какие-то лепешки приносят потому что эти русские бандиты в лен напали все повыносили поразбивали вот испортили жизнь людям а если у тебя жизнь еще не испортили тебе есть за что благодарить вселенную там не знаю нет это очень важно я считаю вот ну и в принципе здесь продолжить каждый раз когда ты что-то отдаешь то есть от души не просто потому что ты от души отдаешь и я не знаю как получается что ты получаешь обратно я не знаю как это работает я просто проверил я просто знаю что и так работает я несколько раз было прям вот до такого я не знаю я в том видео рассказывал или нет или я когда-то это рассказывал я в одессу поехал но у меня что там по этим по финансам как обычно сейчас даже представь меня было гривен 500 на все приключения чтобы доехать до одессы вот там посетить какое-то мероприятие ну типа этот party party дискотека танцы бы ты будешь сказал короче open и вот потом после этого еще там ай я уже не помню общем у меня был маршрут но я помню что денег у меня было немного там 503 тысячи гривен вот и я там за девочку заплатил потом там чуваку какому-то билеты купил он попросил у меня 40 гривен и я сказал чуть она говорит мне билет я ему пошел билет купил ну вот в общем я когда приехал свет личная когда вернулся то есть у меня вообще денег не было не было вот вообще мне ровно там последние то я уже не помню сколько 6 гривен у меня было чтоб доехать до этого до моего светличного или может быть было еще потом 6 что я мог потом доехать до банкомата я не знаю то и как бы я приезжаю там у меня просто не парит я просто знаю что что мир от тебя всегда позаботиться это ну я не могу объяснить это просто настолько глубокая установка что ты ничего не боишься вот в этом плане нет но и бывает конечно это когда ты находишься в какой-то ситуации где очень много агрессии тут надо просто с нее выбраться но если говорить глобально ты прекрасно понимаешь что мир от тебя позаботится я возвращаюсь включаю компьютером не раз это на тот момент конечно bitcoin стоил наверно тысячу долларов вот ну я в эквиваленте в общем 100 долларов было редкую пушки воробушки вот короче прикол вот вот таких примеров у меня в жизни было достаточно много что ты вот последняя как бы отдаешь не надо к что было что потом приходится занимать или просить но это всякое бывает а вот еще одну в принципе вот как бы вот это это наверное самое важное когда ты видишь что кому-то хуже чем себе и не просто знаешь когда вот какой-то попрошайка стоит и просто просит денег вот у меня будет идешь смотришь мужик бутылки собирает то есть он не просит деньги он собирает бутылки хрен с ним он конечно нам их сдаст и буханет вот ты можешь просто подойти сказать отец на сетом петерик или десятик я я не знаю как бы работает вселенная как бы все возвращают в тройне две четверни вот поэтому в таиланде мы работали мы не тут вопрос был это что путешествовать по странам в таиланде мы большую часть времени работали то есть первый раз мы когда приехали в таиланд явление приехал в таиланд у меня тоже была целая куча опять как всегда долгов там тысячи долларов я тоже момент девочка пишет с которой которая в принципе два раза в жизни видел ну вот знаешь бывает ищиком поговорил у тебя какой-то connect как будто в этом тысячу лет знакомы я в таиланде в другой стране у меня уже кредиты как бы выбранные все я уже даже не знаю где кредит блин взять если честно кто там может пятьсот пять тысяч гривен занять или там сколько я я деньги не занимаю могу тебя просто дать ну то есть я реально у меня сколько там было на карточке я практически все деньги то есть они кредитные были это не то что значит от лишние деньги просто я знаю а иногда было срочно билет какой-то купить чтобы шри-ланки то ли домой улететь то ли еще что возвращать меня не надо просила больше она нами попала меньше денег дал куда потом в таиланде мы работали как бы в конце концов устроились и вообще это одно из таких самых приятных моментов было когда ты ты работаешь тебя платят деньги тебе нравится что ты делаешь вот тебе нравится что людям нравится что ты делаешь это как бы такой очень классный обмен я не знаю энергии то что мне гидом очень нравилось работать у меня то есть у нас как бы в компании большую часть времени где работал нас не заставляли какую-то херню людям впаривать вот из первая компания была заставляли вот ну как заставляли короче кто впаривает тут молодец то не впаривает у типа в этом в конце а я не знаю как можно впаривать вот вагон это минивэн в нем 12 человек блин вот ты с людьми целый день как бы видишь общаешься с ними как с друзьями рассказываешь им я просто не понимаю потрачу привести их я не не понимал как люди это делают потом ты приводишь в аптеку начинаешь им рассказывать что вот это вот самые офигенные ништяки это только здесь и люди на самом деле покупают потом они такие довольные на эмоциях что как нам повезло у нас такой был классный гид он у нас такую аптеку завез мы купили такие вещи он и потом конечно бывает это эти люди рассыпаются когда знаешь он будет по идее любой магазин вот тут же самый человек только в другой упаковке стоит 8 раз дешевле но иногда люди это узнают иногда не узнают и что было потом отработали мы гидами сезон один потом уехали закрыли закрыли все долги у юля вообще-то она не знала как как она дальше то жизнь будет вот она попала там на работе под сокращение со мной еще знаешь такого не было знатом это понятие что там надежно ненадежно учить просто взяла за кредитную карту этого тинькофф с кредит на которой 70 тысяч за 22 тысячи гривен купила рублей купила билет и пролетела в таиланд вообще без понятия не она вроде бы типа теоретически можно работать гидами ну знаешь у человека такого опыта не юля тоже очень сильно понравилось но так вот мы закрыли кредиты спокойно себя жили такие бычки идут буйволы короче да вот но вот этих кочках я смотрел тут быки буйволы ходят козы ходят вчера тут такой дочь классный пошел может быть и правда идет грибов тут пособирать можно не мне как бы есть их счет не курса я даже те грибы которые вырастил не пробовал ну как-то потом чуть-чуть конечно интересно на что треповать уже спасибо я уже не в том возрасте уже старенький дает пожить хочу уже закрыли кредит закончился рабочий сезон пролетели тогда в этот в украину в россию в украину короче расписались тогда мы в мариуполе вот приехали в москву у меня были планы устроиться курьером не интересную но не курьером в яндекс доставку слава богу что я даже не попробовал я просто потом сейчас все расскажу короче были планы поработать доставки или в яндексе или в delivery ну понимаешь вот есть люди которые считают что зашквар а я считаю что зашквар это заниматься тем что тебе не нравится вот я не вижу ничего плохого чтобы знаешь там этот таким довольным приносить людям пиццу и говорить приятного аппетита мне допустим я считаю что это прикольно да ты как бы денег не заработаешь ну это можно зарабатывать всю жизнь а потом какие-то пидорасы тебе ракету запустят и все что у тебя было все вот так исчезает мне кстати знаешь что это у меня сейчас в эти воспоминания поперла я когда на на 2 на 3 контракт я когда ехал мне моя бабуля которая в киеве жила дала две книжки 1 оша горчичное зерно называется вот вторая дианетика рона хаббарда ну ладно как бы отставим в сторону дианетику вообще это отдельная тема можно конечно было по ней поговорить блин а рон хаббард вообще такой чувак слушая есть в этот видео про его жизнь на канале гео по моему нет я тебе его найду потому что я знаю когда начал там по-моему название не написано что это рон хаббард вот мне когда начал слушать я сразу понял о ком идет речь ну потому что как бы с биографией знаком вот но это мужа в книге был какой-то такой момент мне просто в голове отложился вот как там то ли вулкан извергается все горит люди переживают там это свое свое барахло короче спасают это что-то тащит а вот идет спокойно чувак так довольны на этом на релаксе типа он потому что ничего не было поэтому ну я не знаю как бы я не верю что так правильно жить я просто пришел к тому что это в какой-то степени мне это подходит как бы ну не привязываться до хотелось конечно участочек море сейчас хочется мне очень нравится вот мне нравится помидоры выращивать по правде говоря вспоминаю да вот тут год 2016 когда летом это у себя как у себя ну в общем в том огороде копался это было очень кайфово и мне конечно же очень хочется не туда вернуться и ясен хрен вот но мне хочется чтобы у меня где-то был и не сдал участок не обязательно мог за что мы говорили то что забыл а вот юлька ну а продали варе короче юлька сломала ногу поэтому это вместо деливари я этот юльки помогал вставать садиться там выходить вот месяц она там а новым к сломала ешь не помню подробности рассказывали пошли мы грибы собирать и там такой ручей он был вот но надо было перепрыгнуть аюля не очень прыгать умеет ну и я не знаю у него где-то там внутри то ли как это называется типа что это я не прыгну ну в общем прыгнула и прыгнула неправильно а у юли дисплазия или как-то знаю знаешь на короче если руку может вывернуть как кузнечик назад и в общем она так очень неприятно сломала ногу что когда снимки делали врач вообще удивился что как-то так мог сломать то есть типа какая-то фигня вот так вот вот по значит протусовались мы лето в москве и 20 сентября если я не путаю опять уже там с двумя ли с тремя тысячами долларов носить в долларовом эквиваленте считать кредитов уже у меня на обоих карточках кредит там на web money взят кредит не ну в какой-то момент мне и подписчики донатят это и это благодарность велико вот вообще вниз какой-то не знаю один подписчик очень волшебный страны я никак не могу объяснить на 95 процентов всех донатов на моем канале мне прислал как бы один человек я не знаю там я не считал в этом сумма наверно от 100 до 200 тысяч гривен за все это время вот ну я я я не знаю это чем я заслужил меня это немного даже удивляют при том что это не человек который на феррари ездит мы когда с ним встретились у него обычный клуб кнопочный телефон был в руках чтоб ты понимал и короче с тремя тысячами долларов мы пролетели в таиланд доллар долго и мы еще когда прилетели там я помню что рассказывать историю что нас меня короче юлю пропустили а меня нет я думаю бля и сейчас могут не пропустить и отправят обратно лететь за хорошо лететь непонятно в конце концов пропустили устроились мы вначале в одну компанию ну почему-то мы считали что там прикольно друзей я еще когда в таиланд прилетел для друзья говорят вот пойди в ту компанию в общем устроились в эту компанию но какой-то такой вот я не знаю там отношения ты видишь экскурсию у меня были экскурсии смешанные то есть у тебя в автобусе едет часть русских и пол автобуса 8 человек русских и 8 англоязычных и ты должен для них для двоих вести эту экскурсию и мне и там что за эту экскурсию платили тысячу бат хотя юля в прошлом году отказывалась за полторы тысячи то есть она водила за полторы тысячи а потом конце концов сказала услышите я не хочу за полторы тысячи это дело водить пускай другие и тут мы поработали какое-то время не зато может неделю может две недели вот и все время понимаешь у как будто начнет не то знаешь кайфа нет то есть бывает едешь на работу гидом и ты вот такой довольны и заряжены и вот час новый день а тут ты едешь что-то вот этого всего нет ну то есть ты себя пытаешься зарядить вот и каждый раз думаешь ну здесь раньше там ты ждешь вечером тебе сообщение приходит на мобильный телефон завтра работает такой ес такой завтра работал и ты такой немного недоволен в общем мы поработали потом поехали сделали визы потом приехали просто вот просто на мы написали без какой-то гарантии я кстати так тоже в таиланде много раздел без какой-то гарантии юля говорит я все я извините я больше не работаю и я тоже самое написал не хочу просто вот все не потому что кто-то тебе другой какой-то вариант предложил в другого варианта еще нет ты просто не согласен работать потому что тебе просто не нравится а 3000 долларов долг ты никуда не исчезаешь все равно как бы есть вот но только или отказалась и сразу же раз приходит сообщение от другого вот я не знаю как происходит у трассы приходит сообщение чувака вот юля типа как насчет завтра поработать вот и там такой классный и начальник классный и водители классные и рейс в общем экскурсия просто бомбическая юля на эту экскурсию залипла я на там первые два месяца то есть ноябрь декабрь вообще практически без выходных там у него два выходных было за все это время потом два выходных в январе и потом уже феврале может быть даже четыре вот ну хотели до день этот кредит закрыть долги раздать в принципе получилось а чем я занимался а я тоже в одну компанию пошел на как бы больше на фрилансе работал я тут там то там то здесь поработал потом поваром поработал тоже мне понравилось с ребятами из эстонии но не так русские наверное как сказать но не эстонцы общем именно русские были славянские эстонские именно не ставят skyline не важно вот там поработал по 5 годам поработал потом опять там поработал с этими с аферистами какими-то в принципе они заплатили сколько обещали все было с какими-то драками вот потом опять гидом поработал вот но потом опять этот коронавирус вот когда знаешь на система складывается одни не заплатили другие другие третьим 5 10 просто денег нет и в конце концов но получилось что нам всем не выплатили деньги я уже даже не помню 10 10 тысяч или 12 или 14 тысяч бат должны ну короче долларов 300 или 400 вот может быть отдадут я как бы контакты не теряю не а видишь а у юли прикольно было потому что ну у юли такая схема была что и каждый день платили то есть она на работу пришла в минивэн надо водитель прям сразу с утра держи там нужно помню тысяч или 1300 вот держи все можно уже как бы домой идти а я вот до пола и юля как бы стабильно в одном месте проработала но очень хорошим алёха постоянно туда-сюда ну как бы не скажу что значит все время был занят вот а потом начался коронавирус как ты понимаешь все сложилось вот и все что мы раздали кредиты крипты конечно немножечко накупил я еще некоторые даже очень удачно помню с кредитных денег это я помню это уже когда в мае месте по уму я что думаю надо карта на купить я покупаю карты тысячу карданов монет по 8 центов на 80 долларов и потом продаю ну тоже не помню в каком про месте продукт часть думал сейчас продам это но я у меня знаешь как как я скриптой обычно стараюсь сделать у меня есть определенные цели за которую я хочу продать к примеру высокие но иногда я бывает если какая-то высокая зеленая свеча и у меня чудесным образом деньги находятся на бирже вот ну как бы обычно зеленая свеча то она потом все равно так чик-тик-тик-тик-тик вниз падает эти видишь к примеру ты конечно самый хай не застаешь тут можно продать и ты понимаешь она пойдет ниже и ты откупишь то есть у меня как бы математика какая у меня есть крипто неважно допустим пускай это кардана да вот и я хочу чтобы она у меня была я допустим часть этой крипты стараюсь обычная часть иногда я всю продавал и вот каждый раз когда ты продаешь все это чудесным образом она больше вниз не ходит я не знаю какая моя поэтому я максимум продаю 25 процентов а лучше вообще 10 вот хлоп свеча пошла ты продаешь как бы часть и потом ставишь вниз от купить вот и продал от купил хлоп получилось у тебя твои монеты все на месте а на разницу тебя из 10 долларов там или 15 или 20 или 50 вот это я считаю как бы ты заработал деньги вот я вот иногда делаю как бы так но это копейки на самом деле то есть если я может серьезнее к этому относился или не был там боягузом потерять там крипту то возможно бы я заработал очень много а так но это такие как бы случайные акции и бывают они не часто вот а так у меня как вот еще знаю а ладно смотри что еще начал делать в этот line bridge устроился блять неделю наверно учили что-то сдавали экзамены с юлей в конце концов я за первый месяц заработал 135 дуку и такая отвратительная конечно работа была вот я вспоминаю что это наверно была одной из самых неприятных это line bridge выкаете приходят всякие видеоролики ты не должен оценить вот ты как житель к местности как ты считаешь это полная херня в там или пытаются людей развести ну и если там ролики а там вообще не знаю каким он образом каким алгоритмом он эти видео подкидывает то есть он может вообще подкинуть себе какое-то видео посмотреть которое четырехмесячной давности которая загружена на канал 4 месяца назад и на нем ты смотришь на нем один просмотр такое ощущение что только ты его решил посмотреть и ты должен его оценить то есть вообще абсолютный какой-то рандом рандом вот и начали мы потихонечку скромно жить в таиланде я начал там в интернете это сервакисия резать зарегистрировал при сложности 50 серваков на этом на амазоне вот у них скриптики стояли это и и сатошки собирали вот я и так я насобирал 1 миллион сатошиков ну просто я насобирал как бы это не то что я там знаешь на собирал и продал и в копилочку себе положил потом еще один миллион сатошиков 1 миллион сатошиков по на 2020 год это было где-то 100 долларов потому что bitcoin тогда в районе 10 тысяч долларов бы вот потом не какой-то добрый человек радости и благ ему желаю в сентябре месяцами еще там ну короче то что на 95 долларов на 100 долларов он мне перевел это было ну тоже короче почти 0,1 сатошиков 0,01 биткоина или 1 миллион сатоши вот так они у меня как бы и остались я вот их храню не продаю боюсь продавать мне кажется так ничего было дальше мне или сообщение написала язык сбился короче перешли мы опять в этот в очень экономный режим это и в конце концов уже когда в августе месяце ну мы перебрались на панган чтобы хотя бы за жилье не платить ну там на жилье вода все такое как бы есть все входит ухты иди кончик все входит все включено вот поэтому вошли в эконом режим потом мы вернулись домой вернулись домой потому что у меня бабушка заболела дедушка заболел я в том себе расскажу как бы где билеты нам купили денег там перезаняли в том крип это она у меня опять долгов накопилось конечно но уже не 3000 долларов может быть около 1000 долларов ну короче у меня было около 1000 долларов потом мне добрые подписчики это ну как будет не то чтобы денег не было бабушки как оказалось то деньги были вот она делает что их нет ну в общем не денег накидали и я позакрывал свои кредиты все еще даже крипты пола немножечко купил это был декабрь месяц на уже конечно к тому времени выросла но я все равно помощью это очень удачно уже не помню что потом потому что я потом это продал и 20 марта я потом подробно расскажу как всегда было 20 марта 2021 года я приехал в россию июля к тому времени искала работу ну вот один второй там месяц там грубо говоря февраль март просто хотела по специальности поработать по специальности она уже работать не хочет но она по специальности может устроиться на работу ну там от 130 тысяч рублей и выше но это не такая работа знаю что ты пришел как бы поработал месяц-два не понравилось и ушел это ты там два месяца только входишь в курс делай ну и желательно то работать но это короче душу дьяволу подавать не работая сучу без работая без этого без наебки ну там продукт-менеджер какой-нибудь там компании очень такое короче юля искала искала варианты как бы были но сердце не лежит не хочется работать вот ты понимаешь дать и деньги платят пути не хочется работать там детей не хочется работать сколько все денег не платили я не знаю у всех такое бывает или ты тут только у нас юлия или может быть это единичные случаи когда если у тебя паяльника в жопе нет если те руки руки не отрезают то это и тебе есть за что кушать то желание работать просто на работе чтобы заработать денег не хватает и короче мы устроились курьерами в достависте в москве пока работали опять же ты как бы я бывает и в этом пока в вагоне метро едешь там у меня там трон еще был я короче там тюк трон вверх улетел я за крипту сейчас говорю вот я там продал 25 процентов от купил ниже 50 баксов заработал вот и как ну 50 просто с одной сделки купил утро утром удачно продала вечером обратно купил то есть у меня как был трон так он и остался не тронутый а вот спай появились 50 долларов вот но и мы короче работали в этой в достависте ну от силы там можно за день заработать было на тот период я не знаю все меняется на этом зарплаты ну около 1000 рублей для москвы это конечно копейки но вообще прикольно знаешь ты как как покемонов собираешь там план составила тут и заберешь посылу там через приложение тут и посылочку заберешь а можно сюда короче приехать здесь отдать а потом отсюда я успевали не успеваю ну в принципе мне везло я никогда там какие-то эти засады не попадал хотя навигатор иногда под подводил ну блин отвечает так интересно мне лично интересно вот и когда я уже поработал доставительности я тогда понял что за хорошо что я не пошел работать ой комар что я не пошел работать в яндекс доставка еды это такое ну или вдали в рекламе ну более напряженная фигня чем знаешь документы ты еще и сам выбираешь куда ты сам выбираешь короче куда ты поедешь вот что там будет может быть там тоже вообще одни документы там возиться до вместо в другое вот и потом пришло время а до этого еще где-то в марте месяце начале марта я еще в мариуполе был юли звонит одна женщина с которой мы работали гидами ну как раз вот с той категории людей которые это впаривают лизом и офигенно им все продают довольны что они могут заработать за один день на впаривание туристам гораздо больше чем человеку платят за экскурсию я не знаю июля говорит что у нее типа какой-то в этом в туапсе в чайке гостевой дом есть предлагают тип поработать вроде бы платят 70 тысяч типа 50 рублей как что там администратору заселения выселения и 20 тысяч рублей за уборку это типа только юля предлагают 70 тысяч в месяц или такая лёха там туапсе там горы там так прикольно у меня конечно знаешь мысль что с этой бабой работать с этой леной я просто помню там были какие-то моменты их короче она ушла с компании с гидом пошла продавать какую-то херню в магазин впаривать вот их там накрыли но менты приняли в пьяном в тюрьму порочь посадили в таиланде вообще этим заниматься очень рискованно поэтому такое бывает как бы вот но эти как бы искренне у человека спрашиваешь там а как у вас дела что там вместо того чтобы ответить у нас все хорошо начальник день деньги заплатили деньги заплатили все это хорошо у меня поэтому юля говорю черт его знает можно конечно попробовать ну она там от тобой стоять не будет она типа уезжает в этот в турцию лохам что там впаривать вот до гостевой дом есть нам нужны как бы люди чтобы поработать принципе почему нет как бы опыт очень меня например вот сам вот этот движ нравится и там еще и знаешь какой момент июля несколько раз говорила или пыталась объяснить что как бы деньги то хорошо но мне это интересно как работа то есть она пыталась объяснить что я не устроилась не потому что работы не а потому что нет работы на которой я бы хотела работать но я еще знаешь что заметил что есть категория людей но особенно на возраста наших родителей а может быть и среди нашего возраста еще такие люди есть ну я просто с такими не сталкиваюсь она знаешь ты как бы живешь вокруг себя какую-то реальность создаешь с определенными людьми ты даже не представляешь вот как эти люди другие я знаю я даже не представляю как вот эти люди которые путина там поддерживают или считают что нацисты существуют я даже не представляю как они выглядят я вот просто думал думал там всякие видеоролики смотрел в интернете то есть у меня собралось такое впечатление что люди которые верят в нацистов это вообще такие просто дебилы конченые ну я просто я просто не знаешь я в живую их не видел вот я видел только в видеороликах когда кто-то стримы с ними проводят то есть а там когда человек там грубо говоря он 4 на 6 умножить не можно сколько рит 4х6 будет наговорить 64 но для меня я считаю просто что я не знаю как эти люди вы не не у юли не у меня в окружении их просто нет вот уже каждый человек создает свою творит свою реальность вот нет но может быть это среди подписчиков и есть но они же как бы не входят в мою жизнь правильно тех те люди из подписчиков которые в мою жизнь вошли как бы они такими не являются из подписчиков или из людей которые видео смотрят и слова как подписчики какой-то такое мне кажется ругатель надо чё там говорил а ну в общем ты сколько ты людям не говори мне кажется что вы поймите меня не деньги интересуют мне это интересно как опыт как работает вот вот не верят и все короче приехали мы в эту чайку все вроде бы начиналось нормально там еще сергеев муж нас встретил ну какая-то знаешь такая поначалу какой-то такой позитивный дядька показался и потом они целый день нам рассказывали как они короче как они юля меня отвлекает этот со своими сообщениями сбивает смысле я просто если сейчас остановлю то меня потом этот видеоролик придется склеивать три часа склеивается с другим а можно в принципе записать часть 2 хорошо вот и когда мы приехали на чем этом закончил то есть первый день на сергея с еленой начали нам рассказывать кучу страшных историй какие туристы что у них там все воруют а еще у них от гостевой дом чайка он там зарегистрировал он был на каком-то сайте то литвил и ты заходишь меня еще когда мы еще когда в этом были в москве читали отзывы но как-то очень странно все отзывы хорошие но такого не бывает знаешь даже если реально классное место если хорошее место действительно хорош люди но все равно найдется кто-нибудь хотя бы шок 4 там 4 балла поставить а там вот все пять все супер сергей елена просто дужки думаешь странно конечно думаю ну ладно наверное так настолько все круто вот а прошлый год то есть это в 2020 году они там вдвоем были ну то есть елена это сама все там стирала убирал не знал может быть да так рассказываешь нас вот и и сергей то есть они делали это все сами а в этом году типа елена уехала сергей там по своим делам вот поэтому надо людей нанять со стороны ну а так получим это еще знаешь наивные ложки че подумали дам юля подумала что ей предложили потому что но ее знают когда подпорядочного человека юля тоже когда работала с ней гидом говорила я вот не могу людям впаривать вот эти там всякие херни и это не мое июля от по своей наивности подумала что она это запомнила отложилась она вот уж июля типа можно доверять нас типа взяли на работу но это мы так думали короче а началось выражешь с того что говорит приезжайте типа в начале мая потом не там ничего делать не надо в общем ладно давайте 20 22 числа 22 мая мы помню приехали в этот в топсе и как а там просто пиздец там вот знаешь такое ощущение что всех номерах кто-то посрал за собой не смыл так и оставил вот открываешь холодильник там все в плесени то есть то у них номеров было сколько там не по штук 20 наверно вот из в каждом номере такой срач вот город постельного белья да ну перестиранная но ну так скида на которой надо все вот она пролежала там где-то мята его надо все перегладить все убрать там покрасить вот об этом вообще речи никакой не было ну ладно а ну знаешь начале все это дело на энтузиазме на таком голом ты такой заряженный кайфовать и все вот а потом чем дальше тем больше ты понимаешь что такое ощущение что тебя тут переюзывают немножечко вот что-то а мы же думали заплатят нам деньги то или нет в общем назад эти семь дней или сколько там восемь дней в мае месяце отработали нам по моему заплатили тысяч 15 наверное или что такое это это думаешь вот это каш прикол обнарно нет но я понимаю что ты это дело на тот момент от души ну то есть ты 7 дней за семь дней ты даже до моря дойти у тебя возможности не было потому что ты 6 часов утра до 8 вечера занимаешься тем что что что-то убираешь строишь или допустим да знаешь какой момент вот мебель сказали привезут такие вот говорит это 2000 заплачешь этим охрану как бы ваш меня с деньгами еще как бы такой момент все очень четко вот если к примеру мне говорят там съездить надо удочку купить я к примеру сажусь в электричку и в одну сторону я проезжаю из меня 50 или сколько там рублей за проезд не берут вот значит я сидит 40 рублей я не вписываю то есть я вот если обратно едут я купила удочка там там тысячу рублей и это проезд 50 рублей не а 50 потому что у меня как бы вот в этом плане и очень все честно и очень все четко но потому что я считаю что это очень важно потому что за все лет прикинуть и смотришь такой сам это сериал допустим с человеком который играет главную роль ну или ты допустим какой бы человек больше нравился которые там относятся каждой копейки все честно делают или который там жульничает какому тебя больше была бы симпатия not представь что ты если так тернушим просто для того чтобы самого себя уважать я не знаю что тут еще можно сказать такого сложного вот короче да за доставку что он говорит а 2 ты 2 тысячи рублей за доставку я руки приезжает этот груз водителя грузчика нету я могу поможете я вам заплачу ты тоже не помнили 3000 за за не за доставку за то чтобы он помог поднять я говорю ты же не помнили тысячу три полторы тысячи тысячи кому заплачу поможете мне то есть мне придется тащить мебель мебель тяжелая вообще первый раз таким столкнулся а чувак вроде бы как бы по телосложению такой как я ну наверно просто этим постоянно заниматься он тащит вообще знаешь у него даже не дыхалка ничего не мышцы не напрягаются а это на третий этаж чтобы подняться знаешь это крик 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 пердишь уже сил нет но в конце концов поднял все я записал ага тысячу рублей за то за помощь этот то есть мне дали две тысячи рублей я просто всегда вот и мне иногда интересно людей проверить ну просто посмотреть как они себя поведут то есть я конечно мог сказать что до приехала два грузчика я заплатила был обоим по 2000 рублей но я заплатил одному потому вернее грузчик и водительная заплатил одному потому что второго не было вторым был я вот я спешу говорю я грузчику заплатил носи пожду может быть он скажет можешь себе там вторую тысячу забрать нет нифига вот потом я мебель собираю носку я понимаю как бы но все равно чтобы собрать целую кучу мебели это все равно какие-то деньги дополнительные все это нихера только мне оплачивается потом когда пошли у нас первые туристы им там я не знаю что у них там размещено я я-то и вначале наслушался этого сергея селена как они рассказали как у них классно и дешево я что не полез в интернет сравнивать сразу же и читать информацию то потом до меня дошло что там жесть как судорого и все развалено вот ну бывает такое видишь короче люди приезжают и одно говорят а сейчас тебе еще прикол расскажу короче этот пансионат весна он находится на такой территории гостевой дом чайка он находится на территории пансионата весна свое время там вход в этот пансионат крик прихватизировали армяшки и там схема такая если ты наверно просто бы договориться с армянами сказал ребят давайте нам 10 или там день день на этом там 20 тысяч рублей в год плачу или там сезон и вы от меня отстаете я наверняка уверен чтобы сказали да окей но эти чуваки сергея елена жадные по нему в бутылку коньяка в дуле он так ее брать не хотела сразу не получил отказывается потому что типа они думали что за за бутылку коньяка он станет добрый а нифига и там схема какая что когда люди приезжают на своей машине и говорят нет вы можете там еще нужно договориться чтобы они проедут боющую работу каждый раз когда кто-то приезжает ты должен это звонить унижаться этому там главному армянину даже забыл как его зовут вот он иногда может на тебя покричать как будто как будто ты имеешь к этому отношения просто наемный работник ебушки воробушки один все включается я просто наемный типа работник я то тут причем она тебя орешь у вас там течет там вода вот следующий раз машину не пропущу ну так как куча всякой вот неприятный по и год и происходит потом что-то там насобиралась тысяч тридцать рублей ну люди которые некоторые план на карточку переводят некоторые наличку и она говорит а юля можешь типа положить на свою карту и перевести на мою аэрую не надо вложить на свою карту перед переводить потому что я еще сам себя крипты на карту насыплю поэтому ну и потом это знаешь раз попросишь второй раз тут видимо они обосрались что мы еще сейчас эти деньги можем а короче отжать она сразу ой а давайте знакомой вот у меня там знакомая пойди принеси там жанне пускай она короче эти деньги перевезет прямо сейчас надо идти ну хорошо пошли короче передали и тут уже понимаешь тебя немножечко напрягает такой момент что ты явно видишь чувство недоверия то есть и для людей как бы для сергея елены люди это просто узнаешь как слово забыл ну короче как мать материал инструмент для просто извлечения прибыли вообще до жопы как бы абсолютных не там радость что у них получится что все будет хорошо что люди кайфанут им главное деньги короче получить и все вот а то что там понравится не понравится ну не понравится для извините короче хуйня хуйня вышла ну такая как бы тема о том что началась тема с этими с постельным бельем или уже когда часть белья перегладила а там еще белье все разное абсолютно разных цветов одни желтая другое синяя в одном номере три кровати в другом 4 и даже как-то все это сделать чтобы допустим в одном номере хотя бы пили белье лежала одного цвета короче столько вот этой всякой мозга юбки нам повылазила что каждый раз когда эта елена рассказывает что на все дело то есть или какие-то вопросы задают она так она она короче так отвечает что у тебя возникает ощущение что она вообще этим не занималась что даже не знает какое у нее белье юля ртел так посчитала мне кажется что на эти ну на большие кровати простыней не хватает тут елена записывает сообщение в общей сложности на минут 20 наверно ну или как же там вроде на скорости x2 научилась ватсапе на скорости x2 все переслушала типа рассказывала как как у нее все получалось ну я просто коротко пишет хорошо и я поняла я я я вас поняла я просто мне я просто считаю что как бы простыней не хватает а ты можешь пересчитать блядь ты что кашу сама сказала что у тебя как бы простыней хватает и я считаю что не хватает вот тогда нужно как-то с этим определиться вот можешь пересчитать их у меня времени нет что там посидела по это подумала взяла накупила все таки в конце концов этих простыней но тяжело вообще вот я не знаю как бы с людьми работать которые в полнейшем не один просто в неадеквате они какую-то абсолютно ненужную херню покупают и тратят на нее деньги а какую-то на на какую-то реально нужную фигню они вообще денег не тратят а то они даже и говорит переживали что у них этого мы мы еще во средства люди больше чем нужно заберут более того что люди могут даже его себе домой увезти частично там пиздец конечно а закончилось нет а вообще много было фееричных моментов просто я не знаю сейчас уже наверно как бы и не вспомнил это в конце концов закончилось у нас тем что номер же в котором мы там вначале жили но он реально такой прикольный был светлый вполне себе наверное самый прикольный номер во всем этом доме и вот но нам-то его дали не потому что хозяева такие добрые а потому что типа с пока там никто туда не заезжает поэтому мы там и жили если ты помнишь а потом когда люди начали заезжать нам выделили вообще какой-то номер который сырой без окон без древка это воняет плесенью это вообще все сыра на втором этаже я вообще не знаю как такие номера в конце концов и можно сдавать ну видишь как оказывается можно а вот и этот когда елена когда уехала в эту свою турцию сергей переключился и стал очень важным начальником такой прям этот начал июльку гонять пытаться гонять ну короче чувак в че трамсы попутал он подумал что это июль это какая-то знаешь там филиппинская горничная которую можно в хвост и в грибу вот а мы сюда приехали не деньги зарабатывать это вообще в принципе за такую работу не деньги тебе в принципе знаешь когда ты понимаешь где ты находишься те платят а а мне как бы толком как бы ничего не платили нам в конце концов то что разговор был июле 70 тысяч рублей в месяц за эти по администрирование там люди приехали за уборку вот ну и мне может быть что нибудь в конце концов нам заплатили вдвоем за май месяц 15000 по моему может чуть меньше а за июнь месяц но мы полностью месяц отработали и мы полностью получили за него 75 тысяч рублей вместе где знаешь просто с людей стригут бабло чувак почему-то решил наверно что нам очень много платят и поэтому это и мы вообще такие все бедные несчастные что не можем тут взять и нахуй всех послать сейчас юлька прошла ну и короче в какой-то в очередной день что-то сергей начал рассказывать и то не сделала ты это не сделала юля там это в поту эти просто не гладит потому что одни заезжают другие выезжают вот это как раз там под конец должна была какая-то целая группа детворы заехать то есть слушай еще тут тоже прикол с людям которые снимают жилье которые там жили в этом гостюм доме им обещают что здесь у нас будет тишина порядок гармония там все тихо никакой херни вот и тут же же они договариваются с каким-то там детским лагерем я уже не помню а 30 я еще песенку все пел 33 коровы и 33 коровы короче 33 человека заезжает этот гостевой дом их там помню даже чуть больше было там типа вожатые взрослые тетки и детвора что ли по водному полу я уже не помню короче от 10 лет там до 15 в общем разу и тут же чтобы к ним подготовиться надо все уже и окончательно номера убрать а ну что знаешь какая фигня ты в номер заходишь там кран открыл бах на что-то отвалилась то так убежать то вы кран блять покупать ну вот там кто-то в туалет зашел унитаз смыл бачок сломался ну то есть непрерывно то херня происходит и по а еще потом приезжает этот зять у них значит тот момент когда очень странно такой думал сейчас наверное взять приедет чувак прикольный может чё поможет может поэт по трендим с ним вот а ты на него смотришь понимаешь что наверно младше тебя как минимум лет на пять а тебе настолько вот я не знаю такое очень редко бывает что тебе хочется к нему обратиться на вы как бы знаешь немножечко дистанцироваться ну просто какой-то чувак как робот с маской такой ходит очень неприятно типа он нам приехал помочь я так и не понял чем он нам приехал помочь но он там привез какие-то подушки какие-то сраные эти на матраснике потому что там просто на и все эти матрасы ну и тоже что-то там пытался не знаю там вот попробуй так попробуй сяк мне меня чего-то там блять научить веру слушаю я это все уже сделал что отстанет у меня там канализация забилась а там еще прикол какой-то с этой трубой я так и не понял откуда вода получите воду показывал открывали перекрывали закрывали в конце концов нифига но не помогло вода это где-то течет из-под дома этот главный армянин этот бегает на меня орет как будто я тут виноват я ли вообще тут блин причем дядь не надо на меня кричать вот разберись а как я могу разобраться ну я начать своему шефу позвонил как бы это я все передал как бы вот пускай он кого-то нанимает или чё я куда смог туда залезли сделать ничего не могу вот ну и в какой-то момент это же помню цели 29 в июне сколько дней 30 до числа 29 наверно как раз вот перед заездом они наверно 30 или 20 а 29 они по-моему как раз заезжали вот этот вот это детвора они должны были целую кучу денег налички отдать от юлька полы будешь мить чуть-чуть а числа 29 вон в конце концов позвонил юлей попытался ее отчитать не только и тут не получилось тут юля начала его отчитывать типа ребят да у юли просто клапан сорвала я просто сидел знаешь просто знаешь громко аблазировал это ну юлю как понесло ребята чё за херня вы нам жилье нормальное не предоставили нет ну почему мы вам предоставили да там жить блять невозможно мы у вас работаем а до этого короче там этот армянин один работал у них как его звук зовут да классный дядька тигран вот он вообще удивился говорит у а я вот у них вот ну то есть у них отдельная вообще есть комната ну типа для жизни то есть он вообще удивился что нам ее не дали он просто охерел то есть вы там живете ну вот такая жилье нам в принципе не предоставили то есть это говорили что работа будет заключаться в одном она заключается во первых ты зак за каждого туриста клиента ты должен бежать на кпп это договариваться с этим больным чего он не больной просто вот если ему денег сразу бы дали он мы всех пропускала поэтому он влезет в позу и создает вам трудности я понимаю что это мафия ну вот ты как бы либо принимаешь правила игры либо не принимаешь если ты принимаешь значит и платишь деньги если ты не принимаешь значит продавай нахер свой бизнес уебы нахуй оттуда но я не знаю что-то как бы одну из двух дать я вот не если не устраивает что в россии такая херня происходит у тебя есть возможность уехать и ты ничего не можешь поделать с тем что происходит то то лучше наверно уехать а не просто там находиться и говорит что мне эта херня вся не нравится вот короче юля не знаю на 20 я просто сидел на 20 минут как бы так отвечала что он после этого больше ей звонить не стал он решил что он будет мне теперь звонить а у меня понимаешь прикол я так как бы выгляжу как да нет но я лох конечно вот ну ну почему-то все думаю что я очень добрый но я юлюка уже числа наверно не я я в конце с конца мая уже начал говорить что это какая-то хуйня мы здесь долго не проработаем говорю валим нахер отсюда вот то есть уже в середине июня уже у меня потуги такие были что это какая-то херня ну блин я не могу работать так с людьми которые так к людям от ну а еще знаешь это самое аферическое если люди спросят если здесь змеи говорите что змей нет а змей вообще есть есть а почему говорит что нет но потому что нет чтоб людей не пугать а может просто сказать что ребят змей есть но они не кусаются но будьте осторожны чем если ребенок будет уверен что там змеи нет а потом в цепи царя если а если змея в конце концов будет ты такой скажешь туда а я не знаю вообще первый раз брать при приползла вот откуда вот оттуда вас горы ну блять ты понимаешь какой бред блять взрослые люди имели лет по 50 такую хуйню блять несут я вот вообще просто поражаюсь блять как как люди дожили до такого и короче после этого он начал звонить мне подумал что с юлей разговор не получится мой может быть как-то получится разговор со мной вести а со мной то разговор и вести еще вот и в общем 30 30 число как бы мы должны свою зарплату забрать по мудам двадцать восемь тысяч нам должны были доплатить там половину мы получили потом где-то мы забрали то есть на а короче чувак этот приехал для того чтобы в первую очередь все деньги забрать чтоб ни в коем случае мы мы их не коснулись а то вдруг мы с этими деньгами возьмем куда-то блин и убежим а понимаешь у тебя такой степени неприятно работать с людьми которые считают что ты так можешь сделать они тебя нанимают на работу блять кому он блин ну не знаю я не замуж какого-то нормально для меня это абсолютно ненормально при том мы когда приехали еще знаешь прикол они сфотографировали наши паспорта я просто вспоминаю мы блять приехали в на панган блять в еврейскую семью никаких паспортов не показали вообще просто с горы блять свалились два чувака впервые в жизни нас видят через неделю у юльки блин в этом постоянно в кошельке там пятнадцать двадцать тридцать тысяч бат короче до штуки баксов и никто там знаешь не переживая там когда-то бывает проснется ой там деньги есть окей я сегодня приеду заберу ну то есть понимаю что я привык что люди вот так вот относятся к окружающему миру а у нас ждал как бы все все же записано знаешь как бы каждый рубль у меня там вот любая хрена которую я покупал как бы но мы вообще привыкли потому что лёха обычно по жизни все записывает ну это вот скажу тебе честно по приезду в индии когда вообще как началась война я перестал все это дело вести я в любом случае обратно возобновлю вот а так мне нравится как бы знака ты знаешь сколько на конкретный вид продуктов питания что на что на свет на воду на газ на бензин там я не знаю может на пиво на воду на газировку это на молочные продукты на сливочное масло то есть я даже знаю сколько там это день денежная страшная у меня как бы даже продукт продукты питания там яйца отдельно масло сливочное отдельно то есть знаешь сколько в короче но такая штука прикалывает да ну я уже помнишь и короче с этими деньгами какая-то херня такая началась что нам это начали пудрить деньги деньги есть где деньги а в этот как этого хера звали паша может и не паша ну короче типа ты к нему приходишь он говорит типа нет команды что вам деньги отдавать не было ты звонишь этой линии или пишешьлена говорит до задавай ты ему приходишь включаешь голосовое сообщение где лена говорит что деньги нам нужно отдать он такой говорит что у меня такой как бы команды не было я ничего не знаю короче ну тут уже все знаешь внутри закипает до такой степени что я в такой ситуации мне нахуй деньги не нужны я просто сейчас вставлю и уйду потому что я знаю что ты потом там склеишь ласты все это делать когда там детвора приедет но в конце концов деньги нам отдали мы собрали вещи и на следующий день прямо этот до свидания а это детвора их там 30 человек они прыгают люди же блять недовольные все им же в тишину обещали но которые раньше жили вот они все все подключились к интернету там 50 этих человек понятно что интернет в перестал функционировать нормально а канализация там забилась я одно это потом уже знаешь люди расскажут думаешь как всегда лёха лёхи вселенная позаботилась к этот мы перед самым трешом просто ушли а потом еще начался какой-то супер ливень если ты помнишь это видеоролики есть там просто наводнение было там вот и там все пропало свет пропал вода пропала интернет пропал три дня дождь от представляю если ты там этот управляющий вот этим отелем вот такая херня происходит и понятно ты вроде бы как бы не виноват в том что происходит отчасти вот этот как это испанский стыд или как называется когда кто-то косячит а вот почему-то тебе неудобно но его так вот в конце концов мы съехали свалили с этого дома чайки блин с раненького говняненького не вообще как бы значит ты первое впечатление такое немножечко обманчивая был от сергей такой какой-то добрый милый а еще тоже знаешь прикол говорит тут смотри еще как можно деньги зарабатывать нет на полном серьезе я тебе говорю я не шучу он говорит он там в этом в кафе и покупки в магазине там мил стрим говорит покупаешь вино за три литра три литра там за 400 рублей разливаешь его там помню разливаешь короче его по бутылкам и продаешь и туристам как как домашние там в три раз дороже как домашняя вино я так делал вообще нормально ты поймешь ты там нормальные деньги стрижешь на то что ты жилье сдай еще и жилье сдаешь и тут еще московская лита да я вообще там в двадцать пятом поколении коренные москвичи в двадцать пятом поколении вот кроме как умеют короче за винишко рассказал потом говорит это можешь еще продавать им эти угли то есть уголь там 100 рублей стоит а ты он купил за 100 можешь людям продавать за 200 я не знаю может я ебанутый я просто каждый раз представлял я приехать может я неправильно к людям отношусь тебе люди приехали иногда тебе конечно кто-то может не нравится но ты же их воспринимаешь как друзей все равно ну или зале только у меня такая херня и ты тут начинаешь друзьям впаривать какую-то херню блять я не знаю потом тоже чем еще момент такой с электричеством как бы плане платили за электричество как короче как будто это обычный дом не как бизнес там по какому-то я не знаю сколько вообще электричество стоит в россии если честно это по какому-то маленькому тарифу если ты это зарегистрировано как предприятие но я думаю ты ты должен знать ты там платишь в два раз дороже может быть в 3 в 4 может в полтора без понятия вот и он такой говорит смотри главное чтобы сюда там не пришли не проверили то есть если вот кто-то придет проверять и ты говори что это просто там друзья приехали это типа твой твой дом а это просто вот друзья приехали отдохнуть я думаю заебись когда 33 человека ты рижда это вот просто ко мне этот как его детский лагерь приехал отдохнуть вообще бесплатно все кайф кайфуют а то если сейчас переведут нам на вот этот как-то бизнес режиме вы забыл как называется другой тариф короче если на короче если нами переведут на другой тариф то все мы просто без денег останемся обанкротимся ну такой пиздец конечно трэш вот это люди но они по-моему продали эту чайку кому-то если я не ошибаюсь вот но по все равно прикольный не адаптировались старый мир погибает с теми кто не не принимает нового или как а потом еще вот это продолжение мы получается чё ну как как обычно в пустоту мы не просто знаешь такие раз и за зашибись у нас где-то там дополнительная подушка безопасности да нихера вообще понятия нет вот 28 тысяч рублей которые нам отдали все пошли мы короче купили палатку с юлькой и сразу же короче заселились переночевали в пир мы сразу в палатке переночевали да мы переночевали в палатке на берегу моря а еще короче прикол в тот в тот день когда мы уехали из дома чайки ну уже на следующий день мы вначале там вещи оставили у жанны там соседка армянская такая очень интересная женщина прикольно как бы она значит называла на у нас кукусики называла откуда вы знаете что мы кукусики мы просто ссылка друг другом кукусик кукусик она этого не слышала но она нас называла кукусики может быть это из-за семечек ты думаешь мы на семечке похожи слушай там это молоко почему-то в эту положил там какая-то микродырочка и она все течет мой той жанны оставили все свои ну вещи потому что у нас было нормально то есть как бы мы что-то основательно приехали там и это и гитара и гантели и блен блендер был нет или блендер потом ну короче но но все равно вещей было много это не то состояние когда с ними тусоваться нет юлька мы потом мы ступили короче палатку ты же помнишь как мы все это дело тащили мы мы с горой вещей с этой с палаткой как эти как как навьюченные животные в каком-то месте да ну зато свободные поставили палатку а вот я с утра смотрю ебать там конечно грязи еще вот так она как бы в кустах распихана я начал ходить там прокладки бесконечные закрученные чита пачки спать сигарет в цвет это ходил ходил убирал 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 вот я не знаю там огромный пакет собрал мусора а потом подходит чувак и вообще говорит что ребята у нас тут как бы остановка платная это типа место вот надо 300 вообще как бы 300 рублей в сутки платить я такой вы чего прикалываетесь а где вода где зарядка где туалет ну я понимаю что когда лагерь это зашибись но у тебя должны быть какие-то туда минимальные условия предоставлены какой-то там туалет общий свет чтобы телефон хотя бы зареги ну хотя бы что-то но и кто же то это бизнес такой вот ну ладно мы короче сказали ребят не знали мы по морю пришли вот короче на следующий день мы в час дня уже ушли а я же не договорил когда мы только съехали с этой весны то есть 1 1 июля утром мы приехали в туапсе и тут мне это девочка знакомая мы с ней вживую не виделись просто в чатике в одном состояли лёха уж туапсе я говорю да я помню что на вроде в красном краснодаре желает не это уже три года в топсе это и короче говорю прикольно вот ему то после того как переночевали ночь в этом скажи мне пожалуйста в палатке пошли к ней ну там переночевать подумать что делать как дальше жить оставили у нее часть вещей и поехали мы в лесную поляну шипси а поехали мы туда потому что там мишка был а с мишками вообще в екатеринбурге потому как викори цилинбурге все он тоже подписчиком был на моем youtube канале вот а потом а когда приехал каким-то хером вообще непонятным оказался в екатеринбурге мы там с ним встретились такой парень прикольный очень прикольно лёх приезжая тут умираю говорят это как бы я уже все скоро буду уезжать а вот помощь нужно ну и короче мы приехали в этом лесную поляну протусовались мы там сколько почти месяц наверно ну в общем да вообще конечно там было уж очень прикольно если что шумно то есть вспоминаю что ну бы там в палатке жили как бы там платно-бесплатно вот я тоже опять таки разница отношения взаимоотношений с людьми типа условия на жизни были там типа какие вообще за то что палатка стоит как не помню 400 рублей до с палатки или с человеком или 200 все-таки 400 рублей с человека до чего-то дофига что мы столько не платили 200 и неважно короче пускай будет 400 вот но если выйти по как работаете ну или чё там помогаете это бесплатно а твоя помощь может быть самая абсолютно разнообразная то есть начинает какую-то херню разобрать заканчивая что ты будешь стоять и те не знаю музыки там продавать а вот или какие-то палочки ну просто значит а свободно свободные руки и там отношения такие что ты подходишь и тут и лёха говорит так сколько я тебе должен и ты начинаешь там на бумажке ему рассказывает вот здесь я отработал столько то здесь мы заплатили здесь так лёх не ебило сгиблить сколько эти денег должен я я тебе доверяю тут понимаешь как бы вот вот такой формат как бы взаимоотношений это я не знаю это это по-моему по нашему потом юлю посадили продавать и у юли опыт был чем там фрукты продавала целый день жарко конечно было это тоже там иногда кто-то приходит кто-то что-то должен кто-то приходит деньги возвращает там я там или спрашивают лёха это где-то записывать надо ну вот человек там вернул там долг там ты 100 рублей да не нахуй все нам доверие там не ебило сгиблиц вот так вот но потом мы в какой-то момент знаешь что ну все хорошо ну это лето и там бесконечные ночные дискотеки то есть последнее время ты живешь в палатке а такое ощущение что твоя палатка стоит в парке где аттракционы дело тогда бесконечно играет музыка вокруг тебя тоже ли ребята с донецкой как же там сейчас эти бедные ребята из донецка я даже боюсь представить их уже давно всех отправили на войну и убили короче а потом мы зарегистрировались на work и все-таки купили платную подписку потому что ну в Таиланде дело было как в Таиланде мы по фотографии нашли и пришли а Россия это не Таиланд там нету столько возможностей но мы нашли какого-то очень прикольного парня как потом оказалось у него тоже очень интересная история и мы здесь оплатили мы подписку 40 лет как как всегда помню мне кто-то опять этот же самый парень спаситель задоносил деньги я сразу за эти деньги как раз и купил подписку помню 60 долларов или 50 50 евро в год если не ошибаюсь на ВКВ и когда мы этому Славе написали ну просто контакты по-другому получить то не можешь он говорит да ребят приезжайте но говорит единственное что у меня работы нет никакой делать мне ничего не надо поэтому можете просто жить а вот она как-то знаешь ну я все равно там что-то подделал там помидорки ему подвязал ну там по мелочи ну как-то не получается как-то не спокойно кажется что нужно что-то делать и поэтому неделю мы там пожили в этом а ну да мы просто еще приходили в да в не очень удобное время в череду гостей и поэтому ты ходишь как-то себя неловко чувствуешь там жена ребенок бывший это еще кто-то то одни друзья вторые и мы неделю может быть 6 дней мы там пробыли по моему на седьмой день мы уехали или на 6 но там очень прикольно там вот этот большой как это кавказский хребет носи помощь на видео там ослик у него был на этом на участке 6 дней мы там пробыли и тут янка звонит то самая янка звонит и говорит слушай у нас короче освобождается жилье ну да мы когда уезжали но у меня там просто так прикольно такой домик если не помню то обзоры что же делал он чем-то как на тайский похож такая маленькая студия я там цена как бы небольшая 10 10 половиной тысяч или сколько я уже не помню там ну со светом по моему что один 12 выходила со светом или даже меньше это и даю как говорит если чего освободиться вдруг ты знаешь кому звонить и на седьмой день это прямо говорит срочно ребята отвечаете да нет потому что сейчас уже пересдадут другим я все говорю бронируем и едем и так мы оказались в топсе вот и тут как бы начался это рост крипты и я в какую-то там игру на ну то есть я же понимаешь я как бы не могу обычно я же ничего не рекомендую обычно ничего не скидываю потому что я ну хрен его знают что люди там деньги особо не потеряли я там ответственным буду вот я-то разную всякую фигню на себя проверяю то есть у меня все лето копал вот этот телириум у меня там было уже не помню под конец по моему 40 аккаунтов но он так стабильно там по 5 по 10 долларов в день я помню мы когда на этом скажи когда вы в хуторе папорот нам жили ну то есть денег вообще это как бы на кредитки на юлиной минус 115 тысяч на тот момент ну на моих не у меня как бы вам он и кредитки это мне уже не дают кредит хотя всегда вы честно возвращал короче да по максимальным минусам вот и все за что ты можешь это что-то купить это вот сегодня этот телириум заработал завтра я там она это собрал вот со всех аккаунтов продал то есть для того чтобы вывести деньги то есть уходила у меня на часа два вот этих занятий там знаешь манипуляции да кстати и шума не было никакого вот и потом ну вот это начала капать вот эта фигня а я потом этот кредит вебмане взял чтобы заплатить за жилье в туапсе оля какой кузнецик прикольный то есть запомнили 200 долларов там за жилье на жизнь а потом что-то так понеслось короче я в одну игру начал играть там в этих игру ну короче пирамида какая-то хреновая п.у. называется мне так страшно было если честно я я не любитель вкладывать это деньги особенно когда их у тебя нет нет есть определенная крипто но она как бы это знаешь такое это как как непродаваемая херня то есть у тебя если долг на кредитке есть это неважно тебя там по нулям будешь спать на улице без еды голодный но крипто не продается вот но тут я все-таки подумал а до часа продам вот эту крипту нею все равно там бесплатно насыпали за дроп вот я если чтоб потеряю так потеряю короче продает на 150 долларов там этот ксим этот символ такая не на короче дроп на у него был ее просто бесплатно дали ровно столько же я короче за 150 баксов продаю покупаю пву монеты такие чтобы там каких-то растений купить я уже горшочки купить вот я конечно понимаю что все это пирамида и она может быстро схлопнуться вот или а там она еще все тупит весь этот сайт то работает то не работает то можно вывести то что-то нельзя вывести то ты палить цветок не можешь но в конце концов за две недели или за три недели я вернул деньги вот обратно купил свои монеты даже еще больше купил монет и чуть-чуть баксов 400 наверно сверху я заработал ну то есть для меня это как бы знаешь было о чем вот так узнаешь 400 баксов за месяц заработать в интернете ну предпритом вот как бы очень легко вот а потом как бы там другая игра появилась farmers world явно как бы что-то сразу как бы не зашел и пропустила в чате этом в чатике был ребята говорят вот надо паки покупать надо паки покупать я говорю а чё если типа ты успеешь купить вот этот факт его гарантированно потом сможешь продать дороже главное купить а у нас был скрипт вот специальный скрипт который может быстро в общем выкупить этот пак ну не супер конечно такое но но рабочий короче я просто сумму не помню но что-то на 400 долларов я на или на 800 долларов прикинь это лёха уже на какую аферу пошел то есть я на 800 баксов покупаю вот эти паки честно не помню сумму точно но в общем что-то хлоп хлоп флип флип и я там продаю сразу и там 200 долларов зарабатывать радости вообще как бы полные штаны ну просто трасс раз у тебя там 200 или 300 долларов в кармане вот а потом я не знаю как так получилось там какая-то игра была факт фарминг тейлз я тогда купил по моему на тысячу баксов этих паков я их потихоньку продавал короче я их на продавал на четыре с половиной штуки баксов вот это наверное знаешь кто-то в заработок был я такого заработка за это это я денег заработал в общем четыре с половиной тысячи долларов это было больше чем за предыдущих два года жизни наверное да смешно кому сказать и дело в том что как всегда ты же никогда не угадаешь то есть я их постепенно они росли я продавал продавал но не сразу а если бы я к примеру их продал по максимальной цене тут там можно было быть то есть те паки которые ну для игры короче если ты не понимаешь о чем я говорю то ну значит и не понимаешь то просто есть такая фигня как и плат play play to earn люди играют во всякие игры вот и иногда бывает перед запуском игры есть такая распродажа паков их очень ограниченное количество допустим к примеру желающих их приобрести допустим 10 тысяч человек потому что кто-то там раскрутил а в наличии паков всего тысяча вот и поэтому как бы за счет определенного дефицита цена может вырасти в цене короче если вот я я купил на 1000 долларов продал на четыре с половиной ну то есть это нет даже четыре с половиной это по моему чистой прибыли было то есть она может быть даже на пять с половиной продал но если бы я продал на самом верху по ценам по которым выросли то потом даже типа сказал лёха даже не смотри сколько они стоят когда там один из паков я купил за примеру там 15 долларов продал допустим за 115 ну бы хороший до прибыль у меня их много а потом ты смотришь тот который ты купил за 15 уже стоит 400 к примеру или 500 не знаю в общем дальнейшую историю игры вот в принципе знаешь вот такой как бы заработок я не знаю за что так повезло то есть сразу нету короче пошли купили два айфона подумали а то от того что знаешь это мне короче еще двух надавил говорит у него видео хорошо хорошо записывать вернула короче раскошелились купили айфоны вот что эти еще хочу сказать мы просто с чего начали допустим с денег вот первая мысль у меня сразу что нужно деньги задонатить кому-то вот если ты заработал но особенно вот так я девочка кстати тут в этом по соседству и живет в этой в индии в этом что на операцию я помню сразу там тысяч 20 рублей или 30 перевел но как-то так а потом же что-то мы прожили два-три месяца в этом потом я конечно еще тысячи полторы просрал покупая всякие хуевые паки а вот может быть ты нет наверно тысячу то нет наверно меньше ну короче все равно я это понятно что это не не вся прибыль которую я заработал что она осталась со мной часть денег все равно были проебаны успешно но как бы знаешь когда ты столько заработал то ты имеешь как бы возможность потратить на какие-то эксперименты наверное а потом же это мы переехали в шипси а в шипси мы переехали потому что так случилось что мы пришли на день рождения к этому лёхе в лесной поляне а в легкий день рождения еще по совпадению в один день днем рождения моего папы вот и мы там познакомились с одним дядькой который говорит вот у меня тут ресторан короче на этом на берегу горит я тут повар нужен вот люди какие-то веселые хочу команду собрать там все дела отрали вали вот но мы как бы такие вообще да как бы интересно почему нет поработать в шипси там летом он там и ты ему говоришь что нам это интересно как опыт он опять вот это вот там столько-то денег вот она столько-то зарабатывала а вот у меня там сестра не такая там или работала или ну короче опять знаешь начинают на людей на говорит и паны как всегда ты поначалу думаю что реально люди такие все ебнуты а потом думаешь наверно ебнуты тот который говорит на этих людей что-то что они ебнуты когда у меня вот тут жилье на втором этаже есть это говорит можете в шипсе жить мы так посмотрели и нам как бы в целом как бы жилье очень понравилось очень такой комфортно он сказал все 12 как он сказал ред сколько вы платите я говорю 12 тысяч в этом ну со светом в топсе он говорит ну за 12 тысяч да я вам и сдам ну да во первых там как бы топсы немножечко под надоел как бы ну реально сразу понимаешь 12 тысяч за такую комнату в текущих условиях когда вообще никто ничего не сдают особенно для людей с которыми ты вроде бы как собираешься делать бизнес и строить какие-то долгосрочные отношения но это реально дорого то есть если ты допустим просто там еще кому-то сдал то может быть и окей вот ну ладно потом он же говорит вот смотри какой классный участок это с этим с вагончиком это а я вначале когда участок то может быть и прикольный сам по себе вот а потом ты смотришь там участка 260 квадратных метров там две с половиной сотки этот вагончик и сам участок находится как бы ты не покупаешь его он какой-то в аренде находится на на сколько-то лет вот и ты еще дает год должен платить там то ли 15 то ли 20 тысяч рублей и он рассказывает вот какое классное место вот покупаете то тут вообще ништяк он трах чих пых тут свет провел я потом думал да ты тут запаришься реальный свет свет проводить ну потому что такие места делают люди типа пытаются до типа коммерческой земли мутить это ты там чтоб свет провести просто тебя столько придется денег заплатить еще наверно полтора миллиона заплатишь для того чтобы там свет протащить ну и я в какой-то момент и по правде говоря и загорелся мечты понравилось как бы такое место но его ну вот это место его можно было рассматривать исключительно как под коммерцию не как не для какой-то спокойной жизни а там вагончик там преобразовал то может быть какую-то кафешечку вот но это же денег еще хрен знает даже если всю крипту наверно продам у меня столько денег не будет у меня там есть 600 тысяч там грубо говоря и все ну так вот мото ходили бродили искали в ездили в разные деревни там ну мы не знаем мест 10 мы наверно точно посетили вот а потом когда пришли на вот эту поляну светильную где мы купили участок я не знаю меня что сразу вообще прям все это мое место блин аж до слез минут это тимур чувак один это который следит там за может быть живет может выращивать что-то видео скидывал там все зелененькая стала вот такая вот фигня ну и потом когда мы уже уезжали когда уже чем адам чем надо мы были собраны и этому сергею говорю ну в общем дару мариуполе пиздец знаешь он чем сказал да там эти нацисты с зеленским такое творят я такой бля а чё не вот нет мне всегда интересно печатать почему они не начали творить это раньше зачем можно было сразу всех людей там перемочить зачем было ждать пока российские войска придут и мешать ну блядь такой люди конечно теорический бред в голове содержит лишенной какой-либо я не знаю структурированной логики короче вот такая фигня поэтому а это сейчас не закончил ну и все а потом чё когда херня стукнула что надо в индию лететь ну вернее сваливать если бы мы конечно если беша слушал юлю юля у меня вообще я не знаю та еще ведьма ее как бы сразу начало трусить она общее не знаю хочу в индию хочу в индию а мне-то как-то ну знаешь не до развлечений бы нет если у тебя какой-то доход есть как бы стабильный там через интернет или представление что ты сейчас придешь в индию будешь зарабатывать деньги то окей а так вот просто ехать просто так когда в целом ну вроде все нормально как бы жилье есть недорогое к лету вроде бы как работа какая-то навечается может быть даже еще интересное в принципе еще можно там за лето заработать нормальных денег а потом уже поехать в индию ну как бы вот такой как бы план был вот а юля все равно вот не знаю хочу хочу алюшин это знаешь уши заткнул и такой просто ходит на свой участочек там кайфует доходился ну а потом пришлось все билеты покупать черти знает сколько конечно тут уже тут момент когда крипту пришлось продавать которая долго там накапливалась ну и там нет тут и даже что-то я покупал просто те же может рассказала не рассказал я он там продал у меня штатив помнишь был статив но я подумал чуеву я им толком не пользуюсь только его возить я штатив продал купил эфира эфир тогда стоил там 150 или 200 долларов ну там кусочек какой-то эфира вон там цене подрос но он узнает что продал все продал там еще куда херню там что на 10 долларов купил там банки алюминиевые сдал вот которые превратились там с 5 долларов 100 там еще что-то там еще что-то но так потихонечку но какие-то денежки собрались вот ну это все потому что я записываю понимаешь до копейки вот ну что приехать ну вот как бы да со слезами на глазах но пришлось частью крипты расстаться а вот а вот сколько мы здесь вторую почему индию да я даже не знаю как бы почему для меня лично в первую очередь потому что здесь можно очень дешево жить первое это первое у меня просто друг женька здесь за ритон рд я за 6 месяцев жизни в гоа или на гуа или в гоа потратил что-то там 600 долларов понимаешь но это он как бы во первых был один и там парень для мне у него есть чему поучиться потому что он там лишнюю копейку вообще не потратить я бывает у меня такие моменты когда деньги тратятся и ну я умею это очень вызывает неприятные ощущения но такое бывает когда знаешь они просто ну приходится там тут такси куда-то ты вызываешь едешь потому что не в состоянии пешком идти платишь за него там 600 рублей ну или там внутри ночью приехал не хочешь ждать утра чтобы там каким-то городским транспортом ехать поэтому у меня бывает а уже не такого не бывает то есть он как бы максимально все на этом на эконом то есть первая причина это да это то что очень чипово а вот вторая я даже не знаю ну тут как бы с визами вроде ну как-то как-то попроще здесь можно работать я как бы слышал еще до того момента когда мы сюда приехали юлька говорила что там вроде как в шутингах можно поучаствовать вот и я как-то мы когда сюда приехали по правде говоря что-то даже и забыли и как-то немного не воспринимали всерьез что можно в шутингах поучаствовать мы уже думали на самом деле отсюда куда-то уезжать но потому что очень все непонятно все очень неопределенно и тут мы встретили нашего соседа вот и он такой да вариант еще уезжать потому что как бы денег нету никуда уезжать давай начнем с этого то есть опять то есть это опять надо где-то занимать вот то есть за время жизни вот и чтоб ты понимал как бы как вот у меня часть крипты это залог залочено смарт-контракции и на эти залог ну как бы лежит в обеспечении вот я просто взял кредит в из детей то есть в общей сложности в из детей у меня кредитом где-то 1600 долларов мне это честно сказать очень не нравится вот это очень неприятная херня потому что к примеру всякое может произойти если там завтра одной свечой биткоин долетит к примеру до 18 тысяч долларов а такое теоретически быть может у меня просто ликвидирует вот да и я все я больше ничего не должен и мое обеспечение исчезнет вот и опять таки несмотря на то что я эти деньги брал в кредит вот что ну и что ты понимал как вот допустим мы с юлей достаточно много еще кого донатили там какую-то доху там на помощь там беженцам на помощи ну где-то эвакуация где-то на на какие-то штуки то есть в общей сложности мы наверно взяли 1600 долларов кредита но долларов 300 а то и больше наверно потратили вот чисто на на донейшн но потому что я не знаю как бы вот мы живем в том мире где люди это не ждут что тебе что-то правительство должно сделать вот есть волонтеры вот и ты можешь этим волонтерам помочь примеру если ты да и ты ты можешь помочь финансово то есть но сейчас конечно уже пока пока что ситуация дошла до такой критичной степени что нет но все равно как бы я даже сейчас скажу даже сегодня 250 гривен это как бы копейки но все равно там отправил это на помощь что-то и ребят эти как турникеты купили вот но и мы в общем встретили тут соседа и он такой как раз увидел говорит блин ребята я тут 13 лет живу в съемках снимать вы такие классные да это вообще такой кайф я вам помогу подскажу агентов найду и она знаешь опять ну как бы с одной стороны данный какая-то неопределенность ты не знаешь чего кого куда ты там поедешь дальше вот но какой-то паники нет у меня знаешь есть песня и так мы когда в лакнау были когда какая-то вообще совсем не тут находишься ты сегодня снимаешь гостиницу до супер позиция ты снимаешь гостиницу за которую ты платишь 1000 рупий в день ну то есть для для меня это как бы знаешь это больно и неприятно такие деньги платить вот потому что дешевле там вообще совсем я не знаю что за прикол почему в глаза 700 рупий можно снять охранительную гостиницу там я не знаю в двух шагах от моря а в лакнау за тысячу ты можешь это снять нормальную но в каком-то такому стрёмном месте вот и ты находишься значит в гостинице и ты вообще не знаешь каком-то направлении сейчас поедешь а вот в решекеш в деле там и и и вообще ехать из страны не ехать счетом продлевать но потом он я включил песенку вот эту не паникуем он поставь этот мир на паузу не паникуй сегодня просто не напрягай мозги знаешь это время саму порой решает проблема нам остается только верить 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 но как бы я не знаю эти установки уже настолько давно работают туда бывает конечно какие-то моменты что ты не понимаешь что делать ну просто тут надо расслабиться и не думать потому что а твоя думалка ни к чему не приведет а он все равно как-то союз произойдет и тут шашу ты потом хлоп смотришь от себя говорят продление нет ты звонишь тебя говорят нет нужно только ваше явление и все вселенная решила тебе нужно ехать в го а вот решекеш от под но вообще хотелось дав на тот момент просто когда посетили вот этот лакнау это но я не знаю как бы вот именно когда ты в индийском городе находишься я не знаю этих людей которые говорят что я там пролетел в индии сразу влюбился в эту страну это точно не про меня то есть го а это соусом ну понимаешь после того когда ты поживешь на в таиланде или конкретно на пангане тугу это какая-то стрёмная помойка вот нет ну так она и есть понимаешь вода здесь грязная пляжи хреновые вот ну вода совсем не такая как в таиланде поэтому если есть чем сравнить то ты конечно будешь хотеть в таиланд ехать вот ну не знаю если сейчас были в деньги такие свободные их много силе наверно бы виталик чуть сообщение какое-то пришло интересно да знаешь свободно сейчас было бы к примеру ну закрыты все кредиты и просто там не знаю две тысячи долларов хоть как ну вот мы наверно купили билеты бы поехали бы в этот таиланд был он к ребятам бы обратно вернулись почти раз как это мы тогда когда уезжали мне рассказывал что этот упор такой обнял и говорит ребята ну просто значит настолько от души было искренне сказано что типа это это говорит ваш дом вы знаете что вы всегда можете сюда вернуться я рану я рада жена и юля постоянно там писала вот но пока что вот мы здесь и вот в общем дядя дяденька нас обнадежил вот каким сейчас ну вот это просто вот вчера сегодня вчера получили юлина продление ну пусть мы занимались по полицейским участкам ездили в трех полицейских участках мы были ну да потому что без exit permit а ты даже не можешь себе этот к сим карту купить вот мы мы когда карту регистрировали мы вначале мы с юлей пришли на это у тебя визы нет а вот эта бумажка у тебя просрочена короче он вначале на мои данные одну карту сделал а потом через день на мои данные вторую карту сделал вообще он сказал что через час мы что-то там сбилось то есть ты даже не сможешь в гостиницу по сути заселиться это в общем вот такая как бы история непонятная абсолютно вот но будем я даже не знаю что будем будем думать нет не будем думать будем просто пока что жить там потом жачу то в мире вообще такая неопределенность что какие-то планы строить ну да мне конечно если тут можно было вот ксения где живет у меня такой прикольный участок если бы у нас был такой участок я там наверняка уже помидорки бы начал выращивать а вот или чуть-чуть другое но прошу не есть место у нас как бы видишь нету места в этом но может быть кино будем сниматься посмотрим вот мне конечно очень хотелось потому что в целом мы вроде он от двух тысяч рублей в день до хочется денег заработать да ну бывает у нас она на самом деле достаточно часто бывает у нас что-то бывает да ты же понимаешь как бы вот просто опять же привычка такая работать только там где нравится вот я когда вот первая моя работа гидом была я устроился я проработал месяца полтора в одной компании ну где как бы получил опыт я и крайне благодарен вот но я просто понял что я как это совсем не схожусь в глобальном виде не того как все это должно быть со своим начальством то есть я считаю должно быть так а начальство считает должно быть по-другому начальство гидов воспринимает как просто знаешь как пушечное мясо типа один пришел другой пришел типа эпохи похи похеру на них как бы понимаешь а мне такая фигня не устраивает я просто сказал все ребят я ухожу я ушел то есть у меня нету какого-то не было какого-то глобального опыта кучи каких-то знакомых друзей когда знаешь ты уже как рыба в воде нет я просто в одной компании отработал у меня других контакт контактов на момент ухода не было в принципе вообще вот не они один или два я буквально только я ушел из компании два-три дня дома посидел и мне кто-то раз пишет вот типа не хочешь там выйти на работу вот так я как это как на серфинге это по волнам с одного места в другое вот плавный не имея какого-то постоянного места я проработал практически сколько середины октября думая месяц до думая месяца ну а юля через меня у того того своего любимого чувака и нашла короче я не знаю как это работает главное просто делать об души то что ты делаешь я считаю знаешь не пытаться наебать кого-то себя и делать делать так что ты себя мог уважать вот и провел там до экскурсию может быть кому-то не понравится может быть кто-то на тебя жалобы напишет и такое тоже бывает ты вроде бы знаешь выложился по полной программе как бы с людьми пытался с друзьями вести а потом читаешь такую реакцию на себя что там гипс прятался от полиции сказал что это а что у вас типа гиды нелегально работают то блять в таиланде вообще гиды легально не работают начнем с того даже если какой-нибудь пегас или какие-то коралл тревор то гид устроен в лучшем случае переводчиком с ним китае а с ним будет тайец который якобы гид вот и когда если рядом будет полиция то русский гид не будет говорить если тайский ничего не говорит но это так вот в крайнем случае поэтому да нельзя работать это людям как бы по-дружески говоришь ребят как бы тарали-вали я тут осторожненько пройду хотя потом за это претензию пишут такая какая-то знаешь неприятная херня вот но бывает вот всем не угодишь всем не понравишься особенно одну виде же допустим не всегда люди приезжают с какой-то хорошей энергетикой и они особенно русские очень часто приезжают на экскурсию с таким видом как будто их туда заставили или как будто и хотят наебать и я понимаю почему они туда приезжают потому что есть огромное количество гидов как будто это елена вот они уже не первый раз здесь приезжают и не уже знаешь на гида смотрят типа ну давай блять что ты нам тут сегодня впаривать будешь вот поэтому такое а не ну таких-то меньшинство а так много конечно было интересных вот истории эти не рассказывал я не помню я тут как с этими с казахами блять попал в этот короче какой-то тоже чувак мне написал говорит это экскурсию надо провести там какая-то супер уникальная экскурсия я читаю маршрут я рублю что-то маршрут слишком длинный ну то есть ты уже когда знаешь по этим островам ездил с одного острова на другой то у тебя есть представление там высадка посадка покушать вот а ты читаешь там типа начало востока-то конец востока-то а там реально блять ее за два дня ты не успеешь все-таки острова проехать я же говорю что мы не успеем ну давайте там тут а тут а тут а тут а уберем короче все начиналось того что казахи были веселые они там пели веселились а потом как как понахерачивались с там ромом или чем вот и начался шторм и чувак в панике сос сос вызывай сос типа ну короче там чуть ли драки не началось но я этот как его все время вот ну как вот так разговаривал пытался сказать ребятку подождите все нормально капитан шарит нет говорит капитан не шарит он не знает куда ехать рубли ну почему не знать он съездит куда-то и вот часа полтора на очень какой-то пониженной скорости под бесконечными волнами нас обливало вот и полтора часа этот пьяный в жопу казах это говорил что нас всех хотят убить ну короче всякие разные истории было интересно вот такие дела проще не знаю чем все дело закончится вот как как моя любимая пословица а что дальше неизвестно но приключения нам точно обеспечены по кранку каким-то образом сюда пытался зайти рыжий еще эти очень не договорил ну в плане там заработка не заработка но я всякими еще этими там они за airdrop ами увлекаюсь но но такое бывает бывает раз те ни с того ни с сего ты что-то когда-то сделал а те хлоп там токенов радар допустим насыпали от этого до продара на 300 долларов или на этот как-то на 400 вот бывает что за херня блять такая то иди отсюда прикол какой-то высветился бывает просто надо где-то зарегистрироваться кивайси пройти вот там положить депозит допустим 100 долларов в месяц продержать и тебе допустим дают 25 и тому кто тебя пригласил еще допустим те кто-то ссылку нет допустим ссылку друг скинул я зарегистрировался 100 баксов закинул я допустим не знаю вдруг как бы они их не вернут я так как бы предполагаю что тема нормально вот бывает так вот там 25 долларов там 25 там каких-то токенов насыпят какие-то продаю какие-то меняю на биткоины вот если не знаю если интересно могу там какими-то ссылками делиться хочешь вот в этот в чатик вступай вот я не знаю вот но это такое как бы абсолютно не стабильная что я допустим вот сегодня что-то делаю к примеру где-то регистрируюсь где-то что-то прохожу там какие-то к визы выполняю через месяц там через два бывает даже забываешь смотришь какие-то деньги пришли упреку а еще я допустим чем занимался когда мы на панга не жили от коин маркета у них началась такая что-то learn and earn вот что ты короче заполняешь там по отвечаешь эти какие-то квесты на вопросы вот и потом тебе но они там обещают говорят что вы там получите там столько-то монет к примеру там бонд был потом кава была потом луну точно также насыпали я луну по 4 доллара по моему продавал но это та которая в какой-то момент до 100 долетала вот я вначале там не надо было киосе на бинансе я 50 аккаунтов на бинансе по ходу зарегистрировал и думаю чем не ни хрена деньги не насыпают вот опять первые два вот этих лерн эндырна они работали без киосе я тогда сделал где-то 7 или 10 аккаунтов ну и там что на каждый насыпал что полтора там два обещали чуть около 10 но насыпали по полтора два а вот а потом это сказали все нифига чувак надо только через киосе но у меня два аккаунта на меня и на юнку потом от не только на в сент насыпали тоже допустим что в декабре квест проходил феврале смотрю мне хлоп на 8 на 80 баксов но он там в цене как видимо вырос на 80 баксов токенов насыпали но всякой вот такой херней занимаюсь не очень умный понимаешь мне нет лично у меня может быть это неправильно может я деградирую я я не очень хочу в интернете вот во что то там погружаться что-то изучать это может быть плохо но мне нравится помидоры выращивать с людьми нравится общаться в нет это гидом допустим работать или в отеле как-то управлять там не знаю заселять выселять мне вот это вот интересно вот в кино я думаю тоже в принципе интересно там посниматься будет но пока опыта нет но мне кажется там очень прикольно вот так что такое но я не знаю как будто опять же вот именно как как же блять этот отрывок назывался я покинется этот выбила с головы на память его помнил ты знаешь так мозг интересно устроен сейчас вот не помнишь а потом если начнешь вспоминать можно полностью вспомнить я короче на этом на випассане пока сидел думаю вспомню-ка я стихотворение ридер до киплинга на испанском языке я-то его давно уже не повторяла но что-то немного стираются нейронные цепочки там или как они учатся но нифига ты вот сидишь сидишь вспоминаешь по кругу прогоняешь то есть вообще без каких-то подсказок у меня ничего не было и в конце концов полностью все вспоминается удивительные возможности мозга и одну ну тоже допустим как я не знаю там важным я не знаю для кого-то может быть неважно но мне кажется важным в конце октября у меня было достаточно много свободных денег лишних и когда мне парнишка в очередной раз перевел день я сказал типа ну возвращать конечно не стал мы стало спасибо большое но просто объяснил ситуацию что у меня как бы сейчас не надо я знаю если ты кому-то донатишь можешь донатить это кому-то другому у меня сейчас как бы все хорошо сам могу кого-то задонатить ну как бы я не знаю я вот вот как-то так вот считаю что надо относиться лишнего как бы это не брать а больше и по возможности если если есть возможность примеру то надо отдавать и тогда как бы вселенная всегда предоставит какие-то интересные варианты развития событий но есть это мне это проще я так ты живу уже очень давно я к этому привык а для кого-то это как как знаешь шаг с обрыва сделать и упасть и разбиться нахер потому что это не а как как от как блять так можно допустим до взять это в четырнадцатом году просто отписать блять квартиру жене без нихуя просто взять этот один рюкзак с ноутбуком заблоченный в обмане кошелек на котором 600 долларов не возвращены и на крюзитки минус 2000 и все и не работы ни хера и даже квартиры нет и ты просто берешь и на полном полный энтузиазма главное знаешь и вдохновение чтобы блять какая интересная жизнь жизнь началась хуй его знают ну вот как то так